Всем привет! Я Айка. Спасибо, что заглянули на мой канал. Не забывайте подписываться, ведь я очень стараюсь и снимаю для вас контент. Сегодня у нас завтрак. И это на самом деле завтрак. Я встала. Сейчас время 10. Прикиньте, как я рано встала. Ну, для кого-то, возможно, это даже и не рано. И что у нас на сегодня? У нас панкейки, яичница, классный болгарский перец, киви. Вот такой вот десерт купила. Прикиньте, в 4 раза дороже, чем покупаю обычно. Но это, типа, сильно натуральное что-то. Попробуем. Но там только натуральные продукты, поэтому я решила попробовать и не стала экономить. И давайте приступим. С чего мы начнем? Может, с яичники начнем? Деревенские яйца, мои любимые. Некоторые в комментариях спрашивали про мамина похудение. Похудела ли мама? Чем все закончилось? Мама похудела на 5 килограмм. Но два из которых вернулись, к сожалению. Но на 3 она действительно похудела. Но вы знаете, у нее килограммы так тяжело уходят. И я, например, просто вечерком не поужинаю после 6. Все, каждый день минус 200 грамм мне обеспечено. А у мамы вес уходит и уходит очень тяжело. Она прям сокращает свой рацион где-то на 60-70%. И только тогда видны результаты. Папа тоже говорит маме, что нужно худеть и так далее. Мама сама тоже хочет. Но все равно. Даже если каждый месяц скидывать по 2-3 килограмма, и то хорошо. Что делала мама? Мама просто уменьшила рацион и ходила. Кстати, ходьба пипец как помогает похудеть. Прямо в тот день, когда мы с мамой ходили, прям мама худела на полкило. Прямо сразу. И не бегали, ничем. Просто спокойным ходом ходили. Сегодня уж такое яркое солнышко. Классная погода. Я встала. Немножко посидела на балкончике. Получила заряд витамина Д. Потому что он у меня пониженный. Причем всегда. А зимой так тем более. Врач мне сказал, что самый лучший способ возобновить свой витамин Д, это сидеть на солнышке. Все эти искусственные добавки, лекарства. Это все фигня. Ну, конечно, они тоже помогают. Но лучше всего сидеть на солнышке и получать здоровый витамин Д. Я с одной стороны думаю, блин, мне так повезло. В том плане, что я очень быстро худею. Хотя, возможно, в моем возрасте все так быстро худеют. Я всегда вдохновляюсь людьми, которые даже полные, например, но любят себя, красятся, одеваются, полны жизни. Обожаю таких людей. Но я себя, к сожалению, к таким уверенным людям не могу отнести. Когда я набрала лишние килограммы, для меня это был прям конкретный стресс. Каждый поход в магазин для меня заканчивался слезами. То есть я не любила себя в этом весе, проще говоря. Не было такого, что ну, набрала я 7 килограмм, и что я и так красотка. Я никогда не могла сидеть на жестких диетах. Прям, знаете, только гречка. Мне кажется, такие диеты сильно вредны. Хоть небольшую конфеточку я должна съесть. Пусть я съем мало, но я съем то, что я хочу. Вот по такому принципу я худела. Я похудела где-то за месяц на 10 килограмм. Потом еще за месяц скинула 3 килограмма. И в общем, я похудела на 13 килограмм. И мне уже нравилось, как я выгляжу. Но самое главное в этот момент остановиться. Происходит какое-то помутнение. Рассудка. Вот я похудела на 13 килограмм. Я уже была совсем худенькая. Мне хотелось еще худеть. Поэтому тех, кто болен анорексией, я очень хорошо понимаю. У меня постоянно в голове было вот еще чуть-чуть похудею. Вот еще совсем капельку, вот недельку еще отсижу. И все. Я худела. Потом я думала, еще чуть-чуть. Я, получается, похудела. Потом пошла в школу. Я получила столько комплиментов. Все меня спрашивали, как ты похудела. Да тебя не узнать. Поэтому было бы желание похудеть можно. Я ела все, что я хочу, до 4. А после 4 я ничего не ела. Даже один день у меня был такой разгрузочный. Я просто взяла плитку шоколада, поделила ее на весь день и съела только за весь день плитку шоколада. Каждые, например, полчаса. Одну такую маленькую. Но это неправильно, конечно же. Я никому не советую так худеть. Я просто рассказываю про свой опыт. Потому что таким способом могут быть проблемы со здоровьем и все дела. Нужно худеть постепенно. Я недавно проходила комплексное обследование. Никаких отклонений у меня выявлено не было. Поэтому у меня это все дело обошлось, как говорится. Киви такой сочное. Прям тает во рту. Кстати, совсем забыла сказать, мама меня убьет. Рецепт на панкейки я оставлю внизу обязательно. Переходите, готовьте. Очень классные панкейки получаются по этому рецепту. Здесь мед и сгущенка у меня. Но я макаю в сгущенку. К меду я вообще равнодушна. Так же, как и к икре. Меня брат так обожает мед. И все сладкое. Отец ездил в поездки в разные страны. Постоянно привозил мед. Просто вот такая вот банка. И у меня брат. Без чая, без хлеба. Просто берет ложку и начинает кушать этот мед. Доел прям до конца. С удовольствием. Я вот честно уверена, что из моего брата получится офигенный мукбанкер. Он просто может 6 бананов разом съесть. И это не для мукбанка. Это не специально. Просто проголодался. Причем он не толстый. А аппетит такой у него зверский. Прям с детства. Вот у меня брасильник. Например, все нормальные люди идут там в магазины покупать одежду и так далее. его любимый поход поход в супермаркет. Купить это, то, третье, десятое, колбасочка. Ой, сосисочка. Эту булку я люблю. Эту курочку возьмем. То есть у меня брат, у него особая любовь к еде. Один раз у меня брат, мы с ним по видеосвязи разговариваем. И он мне такой говорит, я хочу сварить картошку. Я говорю, хорошая идея, свари. В кои-то веки ты сытым останешься. И он мне такой говорит, как ты думаешь, сколько штук сварить? Я ему в шутку, в мешок вари. И он такой, не, в мешок много. Восемь штук сварю. Правда, не очень крупные были, но восемь штук, ребят, это очень много. Конечно, сейчас вы скажете, Айка, ты тоже много ешь? Я бы не сказала. В общем, варит он восемь штук. И еще три яйца. Тут, говорит, деревенские яйца купил у бабушки, там у одной. Что вы думаете? Мы с ним по видеосвязи базарим. И он все это съел. Я говорю, ему ты так много ешь. Он такой, так я утром не ел. Так я вчера не ел. Но я не верю, я же знаю его аппетита. И он мне сразу такой, слышь, что, овца. Ты что, считаешь, сколько я ем? Я такая, нет, конечно, не считаю. Просто. Просто я офигела от того, что я увидела. В общем, у меня мама говорит, иногда, когда смотрят корейских мукбанкеров, точнее, корейских СМР мукбанкеров, мукбанкеров. И мама говорит, сто процентов, говорит, они разом это все не съедают. Я говорю, мам, с чего ты берешь? Ну, не можешь, там видно, что там склейки нету. Тем более, там волос к волосу стоит. Когда есть склейка, это видно. У меня мама говорит, ты не можешь человек столько съесть. А у меня брату просто банку варенья, дай он за полчаса ее съест. Я говорю, мама, у тебя сын, если бы начал снимать, у него бы миллион подписчиков было бы. причем, знаете, с таким удовольствием это все ест. Живя со своим братом, я думала, что все мужчины так едят. Потому что мой отец тоже любит поесть. потом, когда я познакомилась со своим парнем, увидела, что он совсем немного ест. То есть, одна швурма ему достаточно. И все, он говорит, я сыт. Я вот поел, и все, мне достаточно. дай бог всем нам отличного аппетита, чтобы у нас всегда в холодильнике была еда. Всегда дома была еда, не было никогда никаких проблем. И шала. Не забывайте писать мне комментарии и подписываться на мой канал, потому что я очень стараюсь для вас снимать контент. Всех люблю. Пока.